До Нового года осталось меньше месяца. Праздничное настроение для жителей региона уже начали создавать предприниматели. Костюмированные сотрудники в обличии Деда Мороза, разнообразие елок от искусственных до живых встречают нас в магазинах и не только. О том, как готовиться к самому долгожданному празднику предпринимателей региона и как выиграть главный приз за участие в городском конкурсе, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Ольга Кокорина участвует в этом конкурсе впервые. Девушка уже подготовила новый кабинет, чтобы все ее мечты воплотились в жизнь. Я давно знаю об этом конкурсе, то, что он проходит от администрации города. Но времени, возможности не было. Хотя, в принципе, времени у нас никогда не бывает. Очень сложно его найти, потому что работы у нас всегда очень много. Но в этом году решили попробовать. Сделали ремонт у себя в помещении, в этом новом помещении. Хотим его красиво украсить и поучаствовать. А если мы выиграем и получим денежный приз, деньги, конечно же, уйдут в работу. Ольга Кокорина уже создала бренд, логотипом которого является олень. Приоткроем завесу тайны. Именно этот символ станет главным новогодним украшением помещения. Идей в голове очень много. И, к сожалению, раскрывать мы их не будем. Единственное, я могу сказать о том, что это обязательно будут олени и обязательно будут ненецкие орнаменты. То есть это основное, что будет. А остальное все останется немножко в тайне. Это будет уже для комиссии и для наших клиентов, чтобы они видели, радовались тому, что мы можем сотворить и что мы можем сделать. Одно из условий конкурса – украшение прилегающей территории. Будь это магазин или швейная мастерская. Соблюдение новогодней тематики дает преимущество и баллы в битве за призы. Однако предприниматели каждый раз сталкиваются с трудностями. К примеру, в прошлом году один из победителей магазин «Грасс» слепили снеговика олова, который был несколько раз разобран на мельчайшие запчасти неравнодушными жителями региона. Естественно, его разукрашивали, красили, как-то вот все. Изначально он был прекрасен, он был великолепен, олов. Но, к сожалению, некоторые, видимо, особый интерес проявляют к таким поделкам. Сначала была морковка оторвана, потом еще что-то. То есть, как бы печально. И приходилось несколько раз его делать, мастерить. Наверное, раза три-четыре мы его делали, собирали. То есть, приходили на утро на работу, и, увы, там олова не было, то есть, были останки от него. Вот, печально. Но ничего, мы его все-таки сделали. На конкурсе он у нас был, когда комиссия была. Вот, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы с пониманием люди относились, особенно ребята, потому что все это делается именно для них. Несмотря на то, что Ирина Рудиченко вместе с командой заняли третье место в уходящем году, а в этот раз в конкурсе не могут принять участие, все равно не отказываются от новогоднего оформления. При этом у них припасено множество необычных новогодних решений. Над кассой сделана такая еловая гирлянда, которая тоже будет в дальнейшем преображаться. А сзади меня стоит елка, в которой тоже у нас есть некие задумки, как ее украсить под наш стиль магазина. У нас придумана интересная задумка, сделанная на декабрь месяц, адвент-календарь. Это сейчас очень модно, это сейчас очень интересно. Многие используют его. То есть мы каждый день открываем окошко день календаря, и там получается у нас какая-то акция, скидка, подарки. В этом году конкурс на лучшие новогодние оформления уже собирает заявки от предпринимателей. Традиционно он пройдет в два этапа. Первый включает в себя проверку заявок на предмет допуска к конкурсу, чтобы предприниматель осуществлял деятельность именно на территории города, относился к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также отсутствовала задолженность по выплатам налогов. Второй этап – это выезд комиссии на объект. Предприниматели должны украсить прилегающую территорию на предмет наличия ели, наличия каких-то фигур, наличия светового решения. Также оценка будет производиться самого помещения. Помещение будет оцениваться в части наличия ценников новогодних в меню, прескурантов, также наличие образа сотрудников новогоднего и, конечно же, самого помещения новогоднего. Ну и, конечно, будет даваться оценка в целом по какой-то тематике или образу самого выбранного предпринимателем новогоднего образа. Для участия в конкурсе необходимо до 21 декабря предоставить в мэрию пакет документов. Заявки на участие принимаются по адресу улица Ленина, дом 12. Работу участников оценит конкурсная комиссия 12 января 2022 года. Победители будут награждены сувенирной продукцией, благодарственными письмами и грантом в форме субсидии в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей.